Владимир Ильича Ленина Владимир Ильича Ленина Одно из самых пафосных зданий улицы было, да впрочем и остается, здание завода управления, построенное в 1833 году. Кстати, имя создателя до сих пор неизвестно. По одной из версий возвел архитектурный ансамбль крепостной архитектор Демидовых. В 20-е годы произошла смена власти и завода управления превратилась в городской совет. В 97-м году, прошлого столетия, здание передали музею-заповеднику. Но для многих оно так и остается – горсоветом. Паудель – еще один памятник архитектуры. Здание построено на голландский манер – верхние провиантские склады. Оно появилось в исключительно практичных целях. Здесь хранили зерно, крупу, соль и железо на продажу. Ныне здесь расположился музей природы. Первоначально дома на Александровской были деревянными. В 19-м веке постепенно улицу начали менять и возводить каменные. И позволить себе жить здесь могли лишь богатые купцы. Это здание принадлежало купцу Ярославскому. Здесь был магазин музыкальных инструментов. Можно было купить все – от белоснежного рояля до гумной гармошки. По соседству стоит дом купца Мотылева, торговавшего валеной оповью и мужскими головными уборами. Уже при советской власти к зданию пристроили еще два этажа, и оно поменяло вид. Один из крупнейших домов Александровской улицы принадлежал бывшему крепостному Демидово – купцу Евланпию Копылову. Здесь прилагали заморские и дешевые ткани, и постельные принадлежности. Но самый большой дом улицы Александровской появился в конце 19-го века. Это была самая комфортабельная в тот момент гостиница. А в 1911 году на первом этаже появился первый в городе кинотеатр – «Иллюзия». Но не все здания старинного Тагила сохранились до наших дней. Революция 1917 года пронеслась стремительно, стирая за собой памятники архитектуры, о которых мы можем узнать только благодаря музейным фотоархивам. К примеру, торгово-экономический колледж, можно сказать, стоит на святой земле. Здесь был вход в Юрусалимский собор. Он был уничтожен. Возведенный в конце 19-го века памятник царю-освободителю Александру II располагался на территории нынешнего Комсомольского сквера. В 1917 году его реконструировали в памятник павшим за свободу, затем полностью снесли. И на месте появилась фигура Сталина, но и от него избавились в конце 50-х. А несколько лет назад это место занял памятник Николаю Демидову. Центральная улица Ленина Центральная улица Ленина раньше состояла из двух улиц. Салдинской она начиналась от вокзала и заканчивалась перед театральной площадью. И Александровской, которая тянулась с главной площади до здания горсовета. Александровская улица сегодня это исторический центр. На ней чудом сохранились богатые купеческие дома, здания с завода управления, паровианские склады, коими мы можем любоваться до сих пор. После улицы Красноармейской Александровская приобретает современный вид. На месте этого красного дома раньше стояло здание, в котором находились типография, окружной с полком и гостиница. В 1934 году оно сгорело и на его месте возвели этот красный дом, являющийся непременно украшением города. Трудно сегодня вообразить, что кинотеатр «Современник» в 70-80-е годы был лучшим. Сегодня самый вместительный кинозал пустует. Рядом на площади стоит памятник первым комсомольцам, героям гражданской войны. Кстати, в народе его называли «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону». Это слова из некогда популярной песни про комсомольцев. Кстати, почти 30 лет назад, тогда началось строительство памятника, в его основание заложили капсулу с пожеланиями будущему поколению. Она хранится до сих пор. А вот другой памятник, стоявший в районе театрального ствера, не сохранился. Он был посвящен Андрею Николаевичу Карамзину. Еще в 19 веке он учредил в городе заводскую, ныне краеведческую библиотеку, химическую лабораторию, организовал бесплатный обед для рабочих. Во время Крымской войны он погиб. А в 1863 году благодарные горожане увековечили его на свои средства. С давних времен Тагил был поселком театральным. До революции здесь работали аж два театра. И в благодарность за вклад тружеников тыла Тагилу подарили одно из красивейших зданий города – драматический театр по проекту ленинградского архитектора. Он напоминает античный храм. Крыша украшена тремя скульптурами. Боковые символизируют труд и науку. В центре – музей искусства. Раньше здесь заканчивалась улица Александровская. И начиналась Салдинская. В 1877 году, когда построили железную дорогу, Салдинскую продолжили до вокзала. А в начале 30-х две улицы соединили в одну и дали ей имя – Ленина. После войны улицу застроили красивыми сталинками. Считалось, что народ-победитель должен жить в хороших домах. Отсюда и пафос, и величие. Каждый дом – это непременно памятник архитектуры 20 века, символу власти и благополучия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова